Приятно видеть всех присоединившихся. Большое спасибо за внимание. Я очень надеюсь, что мы продвигаемся в сложной теме. Я всегда вижу в наших занятиях не только решение какой-то личной проблемы для каждого, что познавательно, интересно, знакомишься с текстом. Мне хотелось бы, чтобы дальше и те слова, и тот дух, который мы с вами как бы вместе усваиваем и развиваем, чтобы он распространялся дальше. И мы с вами открываем нашу главу. Мы в четвертой главе. И остановились мы на очень резком таком, я бы сказал, неожиданном моменте. На Всевышний повелевает Ехескелю есть лепешку, которая будет приготовлена на человеческих испражнениях. Мы говорили с вами, что это соответствует реалии в том смысле, что Ехескель должен изобразить осаду по повелению Всевышнего. С ним происходит то же самое, что происходит со всеми находящимися в осаде, и ограниченная пища, ограниченная вода, и страдания человеческие. И все, как бы он это переживает. И вот в плане реалии в осаде нету дров, нету хворостов. В какой-то момент они кончаются, и тогда готовят пищу на испражнениях, пользуясь им как топливом, как дровами. И Ехескелю велено приготовить лепешку на человеческих испражнениях. И дальше говорится фраза, которая, по-моему, очень сильная, одна из самых сильнейших фраз в пророках. Так будут есть сыновья Израиля хлеб, их нечистый среди народов, там, куда изгоню я их. И мы с вами говорили, что в изгнании некоторые люди очень даже неплохо устраиваются, у них есть и достаток, и благополучие. Но Всевышний утверждает, что душа все равно страдает, и она ест вот как бы эту нечистую пищу, которая непригодна, которая вызывает отвращение у человека. Вот такой пищей питается душа в изгнании. Можем представить себе, что, может быть, мы несколько раз с вами говорили, что есть пища тела и есть пища души. Тело употребляет физическую пищу, извлекает из нее энергию, но и у души есть своя пища. И эта пища – это сон, сон человека. Известно, что человек не может не спать больше трех дней, хотя бы какую-то часть времени, может быть, небольшую, за три дня он будет спать. Поэтому в трактате Шиблот говорится, что тот, кто дает клятву не спать три дня, он дает пустую клятву. Все равно как дотянуться до Луны, достать камень с Луны, это пустая клятва. Почему? Потому что человек обязательно в течение трех дней он спит. Были эксперименты, были какие-то жестокие эксперименты, когда доказывалось, что если человека будить, когда у него состояние, то, что называется, быстрого сна, то есть когда он видит сновидение, то он, если его будить постоянно, то он очень быстро погибает в течение нескольких дней. И не случайно пища тела называется лейхем, а пища души называется холом. Как мы с вами видим в трактате Брахот, как мы можем это с вами увидеть из комментариев Марша, в трактате Брахот душа поднимается ко Всевышнему ночью, разговаривает с ним напрямую, и потом спускается, и те силы, которые она получила, она притворяет жизнь. Притворяет жизнь, влияя на человека, если так можно сказать, давая ему какие-то идеи, расширяя его представления о мире, давая ему силы, все это душа сообщает человеку, и потом она поднимается вновь ко Всевышнему и получает новые силы. Так что душа, она постоянно употребляет пищу. И вот эта пища в изгнании души на чужой земле, она похожа на такую нечистоту, на что-то неприемлемое. Если тут не очень хочется вдаваться в подробности, но если попытаться сделать это аккуратно, то можно сказать, что испражнение человека – это то, что он не может усвоить в духовном плане. Это то, что он не может усвоить, то, что он не принимает, и то, что он не может воспринять. Вот в таком состоянии находится душа в изгнании. Она находится в каком-то отрыве от Всевышнего, если не полном, то в очень сильном по сравнению с тем, как она была в земле Исраиля, особенно в то время, когда стоял храм, душа находится в отрыве от Всевышнего. Это неприемлемо от нее, она не может это переварить. Это для нее ужасно и отвратительно, как вот та пища, которая показана и Хискелью. Здесь, конечно, поворот очень неожиданный, потому что речь шла об трудностях в изгнании, о страдании во время осады, о страдании во время осады. И вдруг Всевышний говорит, что у этого, то, что я тебе говорю делать, у этого есть еще один образ. И сказал я, о Бог Всесильный, ведь душа моя не была осквернена нечистотой, и падали, и растерзанно зверем не ел я с детства моего, и до этих пор и не попадало в рот мой мясо жертв оскверненных. Можем представить себе Ехескеля, человека утонченного, стремящегося к святости. Он Кавен, и он постоянно устраняется от ритуальной нечистоты, что требует большого напряжения. Но для него это привычно и естественно, привычно и естественно с детства. Кавенов готовили к служению с детства, хотя непосредственно, как бы, есть, так можно сказать, тренировку, подготовку, непосредственно, они проходили с 25 лет и потом начинали служить в храме. Так что мы можем здесь представить человека довольно утонченного, который не понимает, как он будет делать то, что от него требуется. И Всевышний идет к нему на встречу и говорит, и сказал, смотри, разрешил я тебе заменить испражнение человеческое по медному скота, и будешь готовить на нем хлеб свой. И сказал мне сын человека, вот я решу их запасы хлеба, выушила ими булки из хлеба по мере и в тревоге, что закончится он, и воду буду пить мерою в унынии, чтобы почувствовали нехватку хлеба и воды и обессилели, изгнили бы в грехе их. Очень, как бы, печальная посылка, что люди, даже находясь в крайне тяжелом положении, перенося очень тяжелые страдания, не в состоянии раскаяться, не в состоянии, у них не возникает мысли, что то, что происходит с ними, это не случайно, и это не только результат слабости войска царя Циткияву, скажем, на невозможности защитить город, это то, что нужно было бы им понять, это то, что показывает Икискель, что их оставил Всевышний, что Всевышний обратил свое лицо на них, как бы, выйдя из города, обратил свое лицо на них, и на этот раз не для благословения, а для тяжелого наказания. Это не приходит, и, говорится, изгниют в грехе их. То есть, мало того, что погибнут, погибнут без раскаяния, погибнут без осознания. Конечно, у человека всегда остается свобода выбора, и среди каждой группы людей всегда найдутся те, кто способен раскаяться, но если враг и есть народ в целом, то не способны осознать свои дела даже в тяжелый, в последний момент. И следующая глава, она тоже очень неожиданная, и указывает на связь необычную, очень сильную связь сыновей Израиля со Всевышним, которая вот теперь разрушается. Может быть, она уже разрушается, может быть, она будет разрушена в момент, когда пойдет Ирушелаем и будет разрушен храм. Это как бы здесь не указано, и не суть важна. Главное то, что есть необычная совершенно необычная сила связь, которая исчезает, которая исчезает или исчезает в данный момент, или исчезнет через какое-то время. А ты, сын человека, возьми себе нич острый, бритву, которой сбривают волосы, возьми себе, и проведешь по голове своей, по бороде своей, и возьмешь себе лисы с гирями, и поделишь их на части. Мы представляем себе, что мужчине запрещено сбривать волосы с лица, запрещено сбривать волосы на висках и на бороде. Это запрет Торы. Смысл, может быть, мы поговорим о смысле этого запрета, но сейчас мы отметим просто, что пророческое повеление, оно может быть сильнее, чем какой-то частный запрет Торы. Есть запреты Торы сильные, есть запреты Торы, скажем так, как и до упоклонства, и тут пророческое повеление никогда не вступает в эту область, чтобы человек, упаси Бог, делал что-то незапряженное даже с до упоклонством. Но частный закон Торы, он может быть отменен по повелениям пророка, по повелениям Всевышнего. И вот Всевышний провелает пророку сбрить все волосы. Все волосы полностью. Треть в огне спалишь в городе, когда кончатся дни осады, и треть возьмешь и изубишь мечом вокруг стен его, и треть развей по ветру, и меч обнажу я им во след. Мы видим, что с одной стороны говорится волосы, а с другой говорится, что я обнажу им меч во след. Я бы сказал, что это характеризует пророка Ефискеля, когда без предупреждения от образа пророк переходит к реалии, или Всевышний от образа переходит к реалии. Ты берешь волосы, ты их развеиваешь, и вдруг без всякого предупреждения тебе говорится так, что ты понимаешь, что речь идет о сыновьях Израиля. Необходимо взять весы для того, чтобы показать, что суд Всевышнего предельно точен. И если он разделил народ на три части, и каждый из этих частей уготовил свою судьбу, то это будет исполнено с большой точностью. Сейчас мы вернемся, безусловно, к этому образу, волосы и так далее. Давайте посмотрим пока, какие действия должен совершить Ефискель. Возьмешь оттуда немного волос, и завяжешь их в края одежды своей, и еще возьмешь из них, и бросишь их в огонь, и сожжешь их в огне, и из него выйдет огонь на весь дом, на весь дом Израиля. Так сказал Бог Всесильный, это Иерушалай, среди народов я поставил его, а вокруг него страны. А он подменил законы моим злодейством, которые принял у народа. Давайте подумаем о волосах, об этом образе. Еще раз представляется, что этот образ очень-очень сильный. Всевышний хочет сказать Ефискельу, что у него с сыновьями Израиля живая, живая связь. Живая и, можно сказать, глубинная связь. Если представить себе человека, то, скажем, у него могут быть одежды. Но одежда – это что-то внешнее. Одежда, она передает движение человека, это, то есть, когда ты смотришь на человека одетого, что одежда не скрывает его движение, видны его движения, но сама одежда, она, как бы, скажем, не является частью человека, не связана с ним неразрывной связью. Ее можно снять, легко сбросить, заменить на другую. Здесь дается такой образ, что вот как бы тело пророка, как пророк сам по себе, это щена, божественное присутствие. И волосы, которые связаны с телом, указывают, волосы указывают на еврейский народ, который как бы связан со Всевышним, как волосы связаны с телом. То есть связь живая. С одной стороны, с одной стороны, скажем, да, если мы перекинемся на человека, человек не зависит от волос. Волосы можно сбрить, и человек от этого ничего не потеряет, он не почувствует, не почувствует боли сам по себе, и мы как бы как образ параллель переносим на отношения еврейского народа со Всевышним. Всевышний, Всевышний утверждает, уверяет, если так можно сказать, или, скажем, принцип нашей веры, то, что Всевышний, Всевышний, он совершенен, у него совершенство абсолютно, и поэтому ему нельзя, у него не может быть недостатка, как у самого по себе, ему нельзя причинить страдания. Ему нельзя причинить страдания. Скажем, как Маше говорит в главе «Гоазину», Всевышнему ли вы сделали это на народ неразумный? То есть, как бы вопрос. Вот с одной стороны, с одной стороны люди, когда люди, скажем, люди как бы своими делами, своими заповедями, своими хорошими делами, они создают как бы сосуд для божественного проявления в мире. И проявление в мире Всевышнего, оно зависит от дел человека, от желания человека приблизиться ко Всевышнему. И говорится в трактате «Брахот», говорится, что тот, кто не говорит благословения, тот ворует, тот ворует у Кнесси Тесраэль, тот ворует у общества Израиля. Человек ест и не говорит благословения. Естественно, речь не только о идее или о состоянии человека, когда он не благодарит Всевышнего. Благодарность Всевышнему, осознание того, что он тебе дает, он делает для тебя чудеса, он ведет тебя по этой жизни и защищает осознание этого, это как бы благодарность Всевышнему, это сосуд для того, чтобы Всевышний давал больше. Если человек понимает, Всевышний дает ему больше. Если он понимает, Всевышний ему дает больше. Если человек не понимает, то возникает некоторая перегородка, которая не позволяет, как бы не позволяет божественной силе распространяться в мире и божественному присутствию раскрываться в мире. Я как бы в ТПХ забыл сказать, что человек ворует не только у Кнесса в Сраиле, не только общество в Израиле, он ворует у Всевышнего. Как можно спорвать у Всевышнего? Вот таким образом, что он как бы не дает Всевышнему раскрыться в мире, не дает Всевышнему направить свое благословение, направить свое благословение, божественное благословение в мир, потому что человек не понимает и не хочет его благодарить. Он берет, ему важна только материальная составляющая, того, что он берет, ему неинтересен тот, кто ему дает, ему неинтересен Всевышний, и это разрывает связь, удаляет как бы человека Всевышнего, а одновременно это влияет и на все общество Израиля. Поэтому и говорят, вопроход эта посылка учится и стрелим, а Шамаем, Шамаем, Нарашем, Баарес, Натан, Лебне, Адам, Небеса, а не Всевышнего, а землю отдал человеку, и мудрецы наши говорят, землю отдал человеку после благословения. Как бы, бери все хочешь, я дам тебе еще, но только ты должен понимать и должен осознавать, кто тебе дает, и это как бы самым примитивным на таком плане, а вообще ты должен строить связь со Всевышним, со Всевышним свою глубинную связь. И поэтому, скажем, мы можем вернуться к этому образу человеку и его волосы, указывающему на связь между сыновьями Израиля и Всевышним. И, на основной стороны, у Всевышнего как бы ничего не убывает, у человека ничего не убывает, если волосы сбриваются, с другой стороны, с другой стороны, скажем, есть связь, есть связь, которая нарушается, есть связь, которая нарушается. Причем считается, что, как бы, по крайней мере, образно считается, что волосы на голове, они берут свою силу очень глубоко. Их сила в конечном итоге приходит от мозга, или, по крайней мере, от оболочки мозга приходит сила к волосам. То есть связь какая-то глубинная, огромная. С одной стороны, опять же, мы сказали, она как бы не обязательная для человека в том смысле, что у него не будет ущерба. С другой стороны, мы понимаем, что, когда прибавляют вот так вот волосы все, включая и брови, и все, это некрасиво, и нету красоты. И вот, если так можно сказать, еврейский народ, через него проявляется свойство всевышнего, которое называется тиферит, красота, и мы об этом с вами говорим, мы об этом с вами говорим в Лиха, Лиха-Доди, в гимне, который произносится перед саботой, ливший, мы обращаемся к земле и говорим «одень одежды красоты своей», и это народ, народ, который на земле, на той земле, где раскрывается божественное присутствие. Может быть, несколько, скажем, лишних ассоциаций, давайте вернемся к основному. Есть человек, есть его волосы, есть волосы, символизирует еврейский народ, само тело указывает, я бы сказал так, на всевышнего, и вот между ними, с одной стороны, неразрывная связь, связь глубинная для, как бы, есть, так можно сказать, для самих волос или для народа, когда народ связан не только, скажем, не только с чем-то внешним, не с какими-то внешними проявлениями щены, не с какими-то ее движениями, передвижениями в мире, а он связан с глубинной, как бы, мыслью, желанием всевышнего. И вот это в один момент отсекается, и нет ущерба для Всевышнего, но нет и проявления, условно говоря, возможности Всевышнего проявить себя в этом мире, потому что проявление идет через еврейский народ, который, опять же, понимает Всевышнего, благодарит Всевышнего, пытается построить связь с ним прямую, и так далее, и так далее. И через это идет раскрытие, раскрытие Всевышнего, приходит богословение в мир. Здесь эта связь, здесь эта связь отсечена, и это голубь, это изгнание, это разрыв прямой связи со Всевышним. Конечно, где-то она сохраняется на каком-то уровне, но, скажем, потому что связь со Всевышним не может быть разорвана, и связь души со Всевышним не может быть разорвана, и связь еврейского народа не может быть разорвана полностью, мы можем образно представить себе, что есть огромный луч, который связывает нас с источником жизни, это когда стоит храм, когда все благополучно, и есть тоненький лучик какой-то едва заметный, а может быть вообще уже незаметный, когда народ находится в изгнании, когда он находится в калуте, и можно сказать, особенно в сравнении с тем, что было, что связь народа со Всевышним разорвана, в каком-то смысле можно сказать таким образом. Мне представляется этот образ очень сильным. Конечно, он очень проблематичный, очень трудно говорить о нем, представлять как бы через тело человека, как через образ, представлять щену, божественное присутствие, и волосы человека представлять как народ. Очень проблематично, очень тяжело говорить об этом, но если как бы немножко войти и, если так можно сказать, принять, уважить в себе вот этот образ, то он, конечно, очень-очень-очень сильный и как образ связи, и как образ галута, когда эта связь, когда эта связь разрывается. И более-менее нам понятно, да, треть в огне спалишь в городе, то есть перед тобой кирпич, на котором изображены стены города, и вокруг этого кирпича стоят какие-то макеты или, по крайней мере, обозначения осадных машин, которые будут поставлены вокруг Иерушалаема, войско Новохуднецара, да, ты берешь треть из волос и ты сжигаешь их в городе. Легко догадаться, о чем идет речь. Третьи жители Иерушалаема погибнут в осаде. Большая часть погибнут те, кто и сражается на стенах, а большая часть населения погибнет от голода. Треть жителей погибнет. Когда закончатся дни осады, то есть те дни, которые тебе предупредено изображать осаду, эти дни закончатся, и тогда ты треть волос сожгешь в городе, говоря о том, как бы образно говоря о том, что треть погибнет в осаде. И треть возьмешь и изрубишь мечом вокруг стен его, да, треть жителей погибнет вне города, когда будет пытаться и выйти к Новохуднецару, когда он уже не захочет кого-то принимать или не сможет выйти, погибнет, когда будет пытаться выйти. Часть погибнет, когда убьют часть из тех пленных, которых выведут из города. Их убьют и Огур-Шалай, мы их убьют, их Бавили еще. И треть развеи по ветру, и меч не я обнажу им во след. Треть волос надо разбросать. И мы понимаем, что речь идет об изгнании, да, и об изгнании, и не то, что как бы предупреждение, что сыновья Израиля не смогут устроиться в изгнании. Меч Всевышнего будет преследовать их. Конечно, не как бы не сам меч Всевышнего, а будут их преследовать народы мира, будут убивать их, когда они будут находиться в изгнании. И в этом рука, в этом рука Всевышнего. И возьмешь оттуда немного волос, да, и завяжешь их в края одежды своей. Непонятно, непонятно, откуда надо взять эти немного волос, да. Да, по сути дела, по сути рассказа, их нужно взять из тех, которые будут изрублены мечом вокруг стен его. Нужно сказать, что речь идет не только о тех, кто будет выведены из-за вышелаемых, речь идет и о жителях страны. Другой Царь предпримет походы по всей стране, уничтожая тех, кто пытался скрыться. И добираясь даже до пещер, когда люди будут убегать из селения в пещер, он будет добираться и до пещер, и он будет убивать людей повсюду. И вот из этих волос, которые вокруг стен его, вокруг города, оттуда ты возьмешь немного волос и завяжешь их в края одежды своей. И мы понимаем, что есть здесь часть людей. И, в общем-то, как мы понимаем, довольно небольшая часть, она будет введена в изгнание. Те 30 тысяч, которые были пригнаны солем и хоне, они, в общем-то, составляют костяк еврейского народа, его будущего. Нельзя сказать, что только они, как бы только они, то зерно, из которого пошел еврейский народ, когда началось возвращение избавиля, то вернулись и значительная часть десяти колен, которая была угнана Санхиривом, они также вернулись на землю Израиля. Но, в любом случае, они какое-то такое ядро будущего. Они были пригнаны в Бабель. И, в общем-то, Новокудный царь не относился к ним как к рабам, относился к ним как к переселенцам, дал им все возможности развивать торговлю и занимать должности. Он хотел использовать их способности, он ценил, как мы представляем себе, ценил способности сыновей Израиля, хотел их использовать. Так что эти 30 тысяч находились в другом положении совершенно, чем те, кто был пригнан потом в Бабель из Ярушалаима. Те, кто был пригнан в Бабель из Ярушалаима, были врагами, поставшими против Новокудный цара, которой всем он полагал смерть. И даже те, кто пытались спастись, и те, кто был захвачен в плен, их бесчадно и безжалостно истремляли. И мы знаем о году, о том, мы с ней встретимся еще, о году, о том, что когда Новокудный царь пригнал пленных из Ярушалаима, из восставшего Ярушалаима, то воины, защищавшие Ярушалаим, уже были убиты в Бабеле, в долине Дура, в восьми километрах от столицы Бабеля. То есть здесь другая картина, не то изгнание, спокойное, с благоприятными условиями, можно смело сказать, а другое дело, что они все воспринимали знания как наказание, а не как возможность устроиться на новом месте. Но с точки зрения объективной, первое знание, знание Нихони, оно находилось в хороших условиях, и из него вырос костяк будущего народа. Те, кто были пригнены потом, они были в жалком состоянии. Это была небольшая группа людей, трудно сказать, сколько их, и их убивали и возле города, и убивали уже и в Бабеле. Теперь мы видим этот образ. Опять же, возвращается пророк, или Всевышний велит ему вернуться к тому, что он сам пророк, он как бы щена, и он куда-то собирается идти. И он, как это делают, самое ценное, будь то золото, будь то серебро, будь то какие-то драгоценные камни, самое ценное, отправляясь в дорогу, он завязывает в подол одежды. Здесь самое ценное, это не золото, не серебро, а волосы, отсеченные волосы, часть волос, которая осталась, она завязывается в узел одежды для того, чтобы показать, что Всевышний как бы уходит в изгнание вместе с сыновьями Израиля, он будет с ними в изгнании, и он как бы переносит их, несет их в изгнание. Небольшую часть из тех, кто уцелеет из тех, кого и те, кто не относится к той части волос, которую сжигает Ишескиель в самом Иерушалайе. «И возьмешь оттуда немного волос и завязываешь их в твои одежды своей, и еще возьмешь из них и бросишь их в огонь, и сожжешь их в огне дом, и из него выйдет огонь на весь дом Израиля». Откуда нужно взять эти волосы? Опять же, из той части, которая осталась несожженной в городе. Из них нужно взять немного волос, и они указывают тоже на очень тяжелый момент. На очень тяжелый момент, что те, кто останутся на святой земле, они не смогут ничего возродить, ничего не смогут после падения Рушалайма, ничего не смогут возродить, ничего не смогут построить. И они станут тяжелым моментом для всех сыновей Израиля. Наверное, это предсказание могло реализоваться по-разному, но мы знаем из книги Еремьяу, как оно реализовалось. После разрушения Ярушалаима остались какие-то люди в земле Израиля, естественно, все население невозможно стремить полностью. И на выходный царь специально оставил кого-то для того, чтобы не опустила земля, для того, чтобы возделали виноградники, возделывали поля. Какое-то число людей он оставил и поставил своего на месте Гидалия Бен-Ахикама. И где-то через три месяца после того, как он поставил Гидалия Бен-Ахикама, и тот очень преуспел. Он собрал вокруг себя тех воинов, которые не участвовали в защите Ярушалаима. Циткияву поставили за пределами города для того, чтобы в какой-то момент они атаковали халдеев, осаждающих Ярушалаим с тыла. Этот план так и не был задействован. Эти воины, в общем-то, преданные царю, они остались не истребленными, не тронутыми, остались на своих местах. Они все пришли к Гидалии. Начала формироваться сила, которая могла бы подготовить почву для возвращения сыновей Израиля из Бавиля. То есть сохранить землю, возделать ее хотя бы в какой-то степени. Естественно, оставаться под прикрытием, под защитой именно кудры цара. Это Гидалия Бен-Ахикам и те, кто собрались вокруг него. И мы знаем, что произошло. Царь Амона Балис подослал к Гидалии человека по имени Шмаэля из рода Давида, который убил Гидалию. Когда Гидалия был убит, это был шок для тех, кто хотел остаться в Израиле. И споры о том, что делать закончились тем, что люди, оставшиеся после Гидалии, захватили буквально силой пророка Еремиягу и ушли в Египет. А Еремиягу предупреждалось, чтобы они не уходили, чтобы они все погибнут в Египте, когда туда придет Невогубин-Цар. И Невогубин-Цар действительно пришел через какое-то большое число лет, я сейчас трудно сказать, через 27 лет, по-моему, он пришел в Египет и разрушил Египет. И разрушил те поселения евреев, которые там образовались и многих убил. Еремиягу предупреждалось, чтобы они оставались в Израиле, возле Ирушалаима, и что с ними случится ничего плохого. Но они взяли и увели его силой в Мицраин. Вот мы можем представить себе такую трагическую от начала до конца судьбу пророка Еремиягу, который всю жизнь произносил тяжелые пророчества, страдал от этого сам, молился Всевышнему за весь народ, видел заранее ту трагедию, которую постигнет еврейский народ и страдал от этого. И в конце жизни был уведен в Египет и умер там, в Египте, и даже никто не знает, где его могила. Традиция пророчества не нарушилась. Это мы можем сказать в скобках. Еремиягу был редактором, если так можно сказать, условно говоря, всех первых пророков. Все свитки находились у него. Он передал их своему ученику Баруху бен Нурия, который оказался в Бавеле. Может быть, Еремиягу велел ему в Бавеле. Возможно, у него все были свитки. Баруху бен Нурия передал эти свитки Эзра, Эзра Асуфер, Эзра книжнику, как говорят по-русски. И он привел все эти книги как бы упорядочил, привел их в порядок. И впоследствии в начале второго храма пророки были, так сказать, канонизированы, были приняты те тексты, которые считаются пророческими, которыми к ним не добавляется. Это в скобках. А как предсказание мы видим, тяжелейшее предсказание, что даже те, кто останутся на земле Израиля, они не принесут никакой пользы народу. Наоборот, они станут тяжелым огнем для всего дома Израиля в том смысле, что закончится последняя надежда на то, что на земле Израиля останется какой-то отчаг сыновей Израиля, который поможет будущему возвращению. И я бы здесь сейчас остановился. Для того, чтобы дать возможность спросить что-то и спросить, возразить, пожалуйста, все принимается с удовольствием. У меня всегда возникают странные чувства, когда никто не спрашивает. Равзиев, я, честно говоря, стесняюсь спрашивать свои вопросы, но осмелюсь. Можно ли говорить, что все это было все-таки аллегория, а не буквальное исполнение? То, что я ему сказал. К сожалению, мы живем после Ехески, у него, может быть, и наверняка оставалась надежда, что любое пророчество может отмениться, если будет раскаяние сыновей Израиля, если они поймут и осознают. У него, наверное, оставалась надежда, наверняка оставалась надежда на то, что он или кто-то, или Ремияву сможет, так сказать, повлиять на Всевышнего, как в свое время повлиял Маше, чтобы Всевышний не уничтожал, не истреблял народ. Наверняка у Ехески была такая надежда. Мы увидим, что он спорит со Всевышним, как бы он не хочет принять все эти тяжелые предсказания. Но мы же живем с вами после этих событий, и мы с вами прекрасно знаем, какой трагедией стало, что Ирушала им пал, и какой трагедией стало, каким ударом стало это для всего народа, который в значительной части был убит, истреблен или пригнан в Бабель в довольно тяжелом состоянии. Мы все это с вами как бы знаем. Поэтому то, что ничего в историческом плане нам это пророчество не добавляет. Мы знакомы с историей, представляем себе хорошо ее. Это добавляет нам, пророчество добавляет нам, раскрывая, я думаю, в значительной части на эмоциональном уровне, раскрывая ту глубинную связь, которая есть у нас со Всевышним, когда стоит храм, когда божественное в присутствии с нами, в стране Израиля. И ужасные образы, которые указывают на разрыв этой связи в Галуте, в изгнании. Я думаю, что в эмоциональном плане это очень добавляет. Очень странно, так что искать здесь спасение в том, чтобы переписать историю, у нас с вами не получится. Все, к сожалению, это притворилась в жизнь. Хотя опять же у Хискееля могли быть надежды на какое-то, по крайней мере, улучшение этой ситуации. В скобках я могу заметить и добавить от себя, что мне всегда очень кажутся странными посылки, что для еврея есть какие-то, скажем, оправдания или даже иногда какие-то позитивные моменты для того, чтобы жить в изгнании. На мой взгляд, это можно говорить и выдвигать такие положения, оставаться на такой позиции, что не обязательно жить в Израиле, можно жить в каждом месте. Есть посылки крупных авторитетов, что человеку лучше жить там, где для него наиболее хорошие условия изучения Торы, даже он может жить в Германии. Мне кажется, эти посылки, их могут подвигать только люди, которые не знакомы с пророками, не знакомы с пророками, которые не читали эту главу Хискееля и не прочитали, что душа в изгнании похожа на человека, который я спичу, приготовленный на человеческих испражнениях, которые не прочитали о том, что связь народа с Сашкиной, с божественным присутствием, она и разрывается, развивается в Галутии. Восстановить ее очень-очень трудно потом. Мне кажется, что если в скобках заметить, что иногда в каких-то спорах, в какой-то полемике, которую я все меньше и меньше веду за ее бесполезностью, но раньше бывало, кто-то скажет, ну вот шелка на руки, нету заповеди жить в земле Израиля. Это совершенно не так. В трактате, в законах Шаббат, там явно, совершенно, явно вытекает, что шелка на рук стоит на позиции, чтобы в Израиле есть заповеди жить в любое время. И об этом также пишет и Мишнабрура. Все это можно показать. Я к чему хочу это сказать, что настоящая Галаха, настоящая действительно, не какая-то такая фальсифицированная, я бы даже сказал, она не может говорить о том, что есть какие-то преимущества оставаться за пределами земли Израиля. Я понимаю, кто-то по обязанности, кто-то по... Вот мы не говорим об этих ситуациях. Но просто человек, как таковой, непонятно, что может оправдать страдания его души в Галуте Визгнании. Прошу прощения за длинное замечание в скобках. Если что-то хочется еще спросить, пожалуйста, я готов ответить. Можно спросить? Да. На самом деле, я понимаю, что у волос, скорее, вообще очень много есть значений и намеков на разные вещи. Но, тем не менее, насколько вы считаете, здесь есть ассоциативная связь с тем, что мать-сура, то есть прокаженный, то, что превратился раньше, он должен обрить все волосы. Свои ощущения, которые должен испытывать, может быть, пророк как-то с этим связанным. Или, может быть, с Назиром, который осквернился, например, не знаю. И, честно говоря, я об этом не думал, потому что, если говорить о Назире, он не сбривает все волосы. Скорее, это митсуа, как вы говорите. Но я постараюсь подумать. Видите, на вопрос Ефима я так и не смог ответить. Я до сих пор думаю о Крувим в кодочку зашип. Но я постараюсь подумать. Я просто на эту параллель не встречал ни у кого и не думал над этим. Мне трудно сходу как-то сказать. Потому что, скажем, сравнить божественное присутствие, скажем, натура очень трудно. Но надо подумать как-то. Действительно, надо обдумать этот момент. Раджей, вопрос можно? Да, пожалуйста. Я просто подумала, что, может быть, этот процесс сбривания – это начало очищения какого-то. Начало? В этом смысле очищение этого самого. Начало очищения. Да, да. То есть, Галут как начало очищения может быть. Может быть. Хотя, может быть в каком-то смысле. Хотя, идея Ехискееля в 36 главе, что в Галуте не может быть никакого очищения. Все очищение начинается в земле Израиля. Но опять же, да, опять же, надо подумать. Был еще вопрос, я не успел заметить, кто-то хотел спросить. Да, да. Я прошу вопрос, можно ли? Да, конечно, пожалуйста. Ехискеель предвидел второе изгнание, как написано в Торе. И если так, если он предвидел, можно ли было подходить к, так сказать, к этому изгнанию Вавилонскому, как, так сказать, предвестникам школы, что ли, подготовки народок и так далее. Он предвидел сказанное в Торе? Это очень хороший вопрос. И христиане, я время отдалот, они считают, что все пророчества, они относятся к возвращению из Вавилона. И нету пророчеств, которые говорят о возвращении двухтысячелетнего изгнания. Вот, ну, я думаю, что не только мы, и сам Всевышний с ними не согласился и привел нам землю Израиля после двухтысячелетнего изгнания. Поэтому эта трактовка, она, как бы, ее нужно сразу отбросить. Однако, мы понимаем, что есть такая возможность, исходя из текста, говорить, что речь идет об изгнании из Вавилона. Это, как бы, такая посылка теоретическая. На самом деле, то, что касается нашей традиции, да, то как в Ешаягу, так и в Ехескиеле. Не берусь, а сразу сказать про Еремиягу, но в Ешаягу и в Ехескиеле точно. Есть две картины. Две картины – это одна картина чудесного возвращения, когда все происходит чудом, когда земля Израиля цветет до того, как народ приблизился, для того, чтобы в нее войти. Он только в пути, а уже есть слетение земли Израиля. Это и подобные вещи. Там, скажем, то, что Ешаягу говорит, что горы опустятся, а долины поднимутся и выровнится дорога для Всевышнего. Вот, читай, для еврейского народа, с которым вместе Иосиф и Вишни выровнится дорога. Эти все картины чудесного возвращения, они как вариант того, что народ поднялся бы и с Бабеля, с декларации Корыша в 370 году до этой эры по нашей традиции, так считается, в 370 году до этой эры, в декларации Корыша, или, по крайней мере, через 20 лишних лет поднялся бы с Эзрой и поднялся бы стеной, как говорит Гемара, трактат Йома на 9 листе А. А поскольку этого не произошло, то возвращение не стало чудесным. Чудеса не произошли, и все пошло естественным путем. И фактически то, что не поднялись из Бабеля стеной, предрешило дальнейшую судьбу еврейского народа, то есть следующие изгнания. Если вы поднялись стеной, то все бы изгнания закончились. А исход из следующих изгнаний, или можно говорить в основном об изгнании, которое началось с совершения второго храма, этот исход уже предполагается обычным путем, без чудес, потому что момент чудес был упущен. Все зависит только от нас. Также в Брахоте говорится, что если вы поднялись и сбавились стеной, то произошли бы такие чудеса, которые произошли при исходе из Египта. Приводится Псукин из песни на море, при которой видно, что чудеса исхода из Бабеля могли повториться при исходе из Бабеля. Не произошло дальше обычным путем. И в пророках, в том же Иискелии, в том же Ижаягу описывается возможное возвращение из Галута обычным, а не чудесным путем. Как бы резюмируя, заложены два момента. Окончание Галута при возвращении из Бабеля чудесным образом, если все поднимаются, или есть картину постепенного возвращения, исхода после долгих изгнаний, может быть, не одного изгнания, двухтисячелетнего изгнания, путем обычным. Когда земля-то, она может быть и цветет, но она цветет уже после тяжелого труда тех первопроходцев, которые попадают в землю, приезжают в землю, но не чудом, когда просто вдруг сама земля начинает свисти и появляются плодины деревьев. Вот примерно таким образом. Спасибо вам, Розе. Если можно, кто-то еще хотел спросить? Да, еще хотел. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Розе, вопрос немножко в сторону. Ну, два самых сильных пророчества, которые связаны с Милхэмой Гокумагох, это Ихэскерва Захария. Какая связь между этими двумя пророками? Связь прямая и непосредственно. Захария учился у Ихэскеля. Это его ученик, который вернулся в землю Израиля и, так сказать, продолжил дело своего учителя, которому не удалось дожить до момента возвращения. Я имею в виду Ихэскеля. Он похоронен в Бавеле около реки Пау. Спасибо. У меня такой очень небольшой технический вопрос. Если он как бы не в тему и все, то можно не соотноситься. Я вот подумал, все-таки странно, это изменение... Как бы, не знаю, таких мы афреним поведения, как бы... Вот все, что связано со стрижкой, да, вот приведенные примеры, и то, что касается Назира Назария, да, и после проказа, это все связано... Стрижка воспринимается как явно отрицательное действие, либо как бы наказание, либо еще что-то. Ну, в общем, это что-то отрицательное. Хотя мы, например, сейчас видим, да, я вижу, что Нахама делает так головой еще одну фразу. Хотя мы видим, что как бы в наше время, ну, вроде бы наоборот, да, пример, сфера Таомер, да, запрещено как бы стричься. Почему? Потому что это как бы признак, ну, не веселости, но, во всяком случае, какого-то, какой-то приятности для человека. Вот то, что идет параллельно с вином, это как бы так и осталось, да. Вино было тогда приятное, сейчас приятное, и понятно, что отстранения от вина человек как бы на себя накладывает что-то такое, что ограждает его от каких-то приятностей в жизни. Но как-то по отношению к стрижке стало по-другому, да? Или я ошибаюсь? Трудно сказать. Опять же, я могу как бы без всяких обещаний взять как домашнюю работу, потому что к таким вещам я отношусь очень серьезно, и либо дается найти зацепку, либо надо ставить на дальнейшее, потому что просто нафантазирует. Да. Интересно, какая-то изменилась. Ведь есть же Сапихис, да, да, вот в три года там мальчика стригу, Ташкина. Ну, как бы, ну, известно все, все, что связано со стрижкой, это явно увеличение как бы веселья, а не наказания. А как бы в Тории-то нахрене видим, что как бы шина обратная ситуация. То есть не стриженный человек, он как бы кайфует, правильно? Ну, так грубо говоря. Я не претендую на ответ, но я все-таки хотела заметить, что, например, у священников, у Куэнов, у них наоборот, есть заповедь стричься и держать себя, волосы в порядке. Причем Талмуд даже, он обязует первозвященника стричься чаще, чем обычный Куэн. Там не каждый день, каждую неделю. Ну, в полимахе сходить. Ну, там специальная стрижка у него вообще была там, в Талмуде показать. Ну, быстро, да, да. Окей. То есть не нет негативного отношения к стрижке, но она имеет определенные смыслы там, действительно не просто. Ну, растрепанные волосы, сота, я сейчас начинаю как бы просто ассоциативно, да? Опять, растрепанные волосы у женщины, растрепанные волосы. Это признак нехорошести, правильно? Да, да, да. И спускает волосы и все. Ну, да, вот как-то... Ну, хорошо, все, такой вопрос. Бытовой, я как бы извиняюсь, но мне кажется, это интересно посмотреть. Очень интересно, очень просто. Не все такие моменты можно раз и взять, да? Вот, к сожалению, я могу честно сказать, метафизическому плану, я бы сказал, это метафизический план, когда какие-то объекты рассматриваются, физические объекты рассматриваются как указание на какие-то духовные стороны, и вот через все стороны, Торы, истории, которые есть в Торе, мы пытаемся понять их духовное сходство. Это метафизический план, физический план не разработан совершенно. Вот если мы, скажем, возьмем такую вещь, как плоды земли Израиля, там, скажем, это же явно метафизический какой-то момент. В Грузии гранаты гораздо более сочные, чем земля Израиля. Не в сочности тела, а в каком-то метафизическом образе. Не разработано. Давайте работать вместе, я постараюсь что-то сделать. Я бы еще добавил, вот тоже так ассоциативно, мне кажется, вот это вот, можно в том, что я сейчас скажу, видеть вот такое оптимистичное продвижение человечества и Израиля, например, вот такому-то архитическому образу. Почему в Израиле вообще, в современном ине, в Израиле раньше такого не было. Очень принято сейчас стригутся наголо, например. Такого не было. Вот очень многие люди стригутся наголо и вообще как бы вот удаляют волосяной покров. Считается очень красиво, мужественно, чисто и хорошо. Может быть, что это какое-то продвижение. Ну, это следующий момент. И кто же касается моды, ты возьми на себя. Ну, внутренние стремления, ты знаешь, я вот борюсь с женой, она все время меня хочет встречать, а я еще, как бы, не знаю, в 70-х годах, в прошлом столетии, мне всегда казалось, что вот как на военной кафедре стриглись, сюда было внутреннее сопротивление, так оно и осталось. Мне кажется, люди коротко пострижены вызывают у меня какое-то всегда недоверие. Окей? Но это из прошлой жизни. Хорошо. Окей. Мы пока закроем наш форум. Очень благодарен всем. Очень надеюсь, что у нас мы куда-то продвигаемся и что-то у нас остается от нашего совместного творчества. Всего самого-самого доброго. И с моей точки зрения все уроки посвящены памяти моей жены-любимой Любы Бат-Михаэль, которая ушла из жизни в этом году 9-го числа КВТ. Помню. Да, помню. Спасибо вам, Ранзиев. Спасибо. Окей. Всем спасибо за участие, Ранзиев. Огромное спасибо. Хорошо. И можно сказать, как шивот самех победил. Мы как бы делаем со страшной силой. Правильно? Хорошим, замечательным праздником. Замечательным днем. Окей.